Всем привет! Говорящие руки снова в эфире. И сегодня у меня на канале видео очередное, которое будет посвящено экипировке рыбака. А именно вот этому замечательному рюкзаку, я думаю многим из вас хорошо знакомому, это рыбзак, только уже рыбзак 20, от в общем-то тоже хорошо известной компании D.F. Fisher. Собственно, первого рыбзака это уже вышла его обновленная версия, о которой я сейчас расскажу. А про первый рюкзак вы можете посмотреть видео на моем канале, сейчас где-то появится ссылка, где я уже про него в общем-то все подробно рассказывал. Это видео будет кратеньким, просто с обзором того, что во второй версии появилось, что было доработано, что изменилось. И хочу сказать, что я принимал самое непосредственное участие в доработке и во всех исправлении всех ошибок предыдущей модели, чтобы в будущей модели их не было. Так как предыдущую модель я в общем-то можно сказать на рыбалках убил, она у меня и тонула, горела и ездила по асфальту, в общем что только с ней не было. И в этой вот модели я своими правками, которые отправлял в компанию D.F. Fisher, попытался все те недоработки, которые мне не понравились в предыдущей, чтобы в этой их не было. Но давайте начнем по порядку. Что же изменилось? Самое главное изменение, я думаю, как вы многие заметили, это изменилась ткань. Полиэстер 600 сам по себе имел ряд недостатков, ну конструктивных скажем так. Теперь же здесь используется в этом рюкзаке другая ткань от корейского производителя, аналог кордуры. Также ткань имеет технологию рип-стоп. Если кто не в курсе, это дополнительное плетение, которое препятствует в общем-то расползанию и разрыву ткани. Поэтому я думаю, что износостойкость рюкзака увеличилась, если не на порядок, на один-два раза точно. Потому что в этом плане как бы полиэстер 600 не самая надежная штука. Были проведены разные мероприятия по усилению конструктивных элементов рюкзака. Вот как можете видеть, здесь появилась полоса, которая снимает напряжение с главного отсека и немножко со спины. Раньше в предыдущем ее не было. Еще самое главное в общем-то претензия, которая была раньше вот к этой вот лямке, к вот этому всему элементу слинга, который в общем-то сильно оказывал, ну на него оказывалось большое напряжение. И он не выдерживали предыдущие конструкции, не выдерживали швы там или что-то подобное. Теперь же эта проблема ушла полностью. Ну я считаю, что ушла, потому что эта лямка теперь прошита здесь, здесь и здесь. И в общем-то ей трудно будет каким-то образом вырваться или оторваться. Единственное, что почему-то она стала уже. Раньше она была шире, ну не знаю, возможно производитель изменил фурнитуру и вот так. Это не проблема, ну просто как бы такой момент. Также изменилось крепление лямки кверху. Теперь она крепится непосредственно сюда, заведена вовнутрь, там все прошито. И я почти уверен, что теперь она как бы будет держать намного лучше, чем в предыдущей. Идем дальше. Внутри. Внутри в общем-то ничего не поменялось. Такой же отсек. Единственный нюанс, карман остался точно такой же, как и был. Но появилась дополнительная стенка. Стенка, которая уходит туда, к самому низу рюкзака и предназначена она для того, чтобы сделать спину твердой и устойчивой. В общем-то это чем хорошо, можно просто его ставить будет где-то и он не будет терять форму. Допустим, когда воблеры коробки из него убираются, он же как тряпочка складывается. Спинка же будет помогать ему держать форму. Вообще было бы хорошо, что если бы какой-то вкладыш сюда производитель вставлял, пусть даже чуть-чуть бы стоило дороже, чтобы не искать и не вставлять. Зато с другой стороны может быть это и лучше. Каждый найдет себе то, что захочет вставить в эту спинку или не будет вставлять. Я, например, ничего не вставляю, так его и ношу. Что ж, в основном рюкзак мало чем изменился, такие же карманы. На этом, пожалуй, все. Все те изменения, о которых я рассказал, в рюкзаке сделаны не косметическими, сделаны не для галочки. Это реальное улучшение его конструкции, в котором я, как уже сказал, принимал непосредственное участие. Также мне нравится, что теперь рюкзак выглядит намного более эстетичным, чем в том черном свете и в той ткани. Теперь он как бы, ну не знаю, с эстетической стороны для меня стал намного лучше. С ним приятнее, его приятнее носить, приятнее брать в руки. Стал он, безусловно, чуть подороже, но тем не менее, как бы и применение такой ткани, и применение всего я считаю оправданным. Спасибо за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Реагируем пальцы вниз, пальцы вверх. Пишем комментарии. До скорых встреч.